начинает меняться становительные каски ну безопасно переобуваемся вот такие вот болотни тут-туду-туду-туду-туду первых тут холодно такого камня конечно каска не спасет вот не зря вот не зря пока едем расскажу немного о том что салтинский подземный водопад это просто чудо природы которая впечатлит любого сто процентов он находится под землей и образуется водами реки салтинка которая через круглое отверстие проникает под землю и падает с высоты 20 метров образуя тот самый уникальный подземный водопад путь к водопаду будет по воде через красивое ущелье невероятно красивое зрелище открывается когда в ущелье попадают солнечные лучи все вокруг начинает сиять впрочем смотрите сами все приехали к месту нахождения подземного водопада конечно людей много туристов много прям пойдем погружаться внутрь место просто сказочная сразу со входа в ущелье температура начинает меняться становится прохладнее глаза просто разбегаются по сторонам от этой красоты вы только посмотрите еще при планировании путешествия на всякий случай мы прихватили с собой строительные каски ну безопасности ради конечно от валуна не поможет но от чего-то поменьше вполне так как то и дело что-то падает сверху кстати местные ребята которые сдают в аренду резиновые сапоги сразу захотели купить у нас эти каски чтобы их тут же сдавать в аренду возможно сейчас это так и есть так как мы были в 2022 году отпишитесь в комментариях сейчас и каски стали предлагать вместе с сапогами дальше видимо обувь нужно менять на подходящую все он переобувается болотники и дальше ну что дальше в кроссовках и и видимо не преодолеть все здесь переобуваемся вот такие вот болотнички наш переобувочный пункт чтобы пойти дальше потому что дальше как говорят местные еще 40 метров идти по речке туду 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 ду говорят уровень воды прямо будет по самые абрикосы все идем ребята вон всей бандой но выглядит конечно потрясающая даже здесь еще больше места информации смотри в полном видео по ссылке в описании или верхнем углу да да вот там скорее всего первобытные люди ожидали туристов либо какой-то макдак был первобытный не знаю смотришь вверх и голова кругом идет от этой красоты от высоты вот этого ущелья от осознания своей микроскопичности на фоне этого всего блин как круто так ну смотрите нам уже практически по колено и где-то где-то сапоги дают мне кажется маленькую трещинку во-первых тут холодно во вторых ноги облипает а обдавливает резиной что но это правда как джуманджи где-то в каких-то тропиках мексики какой-то просто находимся сверху пробивается свет сверху капает все холоднее холоднее капли попадая сказку слышно стучит прям тык 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 все солнце нас покидает заходим на темную сторону и где-то маленькая легкая струящий хочет мне стопу и пятку пятка прям чувствует ее да ну а такого камня конечно каска не спасет точно бесполезно как луч света пробивается через через тьму этого мокрого ущелья да здесь уже не пройти вон он начинается красавчик водопад там где стоят люди мокрого ущелья да здесь платок а круто вот не зря вот не зря мы сюда ехали столько времени потратили столько усилий вообще просто одно из лучших мест моей жизни которые я когда-либо видел если не интересен какой-то фрагмент видео проматывай пользуйся таймкодами и переходи к любому другому фрагменту салтинского водопада выезжаем в село аул гамсуты и по дороге проезжаем гунипскую гидроэлектростанцию где сделаем небольшую остановку чтобы немного осмотреться по сторонам и продолжить дальше мокрого ущелья